Добрый день, коллеги! Рад вас приветствовать на новой неделе нашей вебинарной. Как хорошо вы меня видите и слышите. Поставьте, пожалуйста, как всегда, плюсики в чат, если видите и слышите меня хорошо. Замечательно, все вижу. Я очень рад, что вы начали уже напоминать, что вот уже 12 часов, а изображения пока нет. Наши с вами вебинары отличаются в лучшую сторону от некоторых других вебинаров, где время всегда надо считать плюс 5-10 минут. Мы всегда начинаем ровно в 12, ну, по крайней мере, стараемся начинать. Да, и это хорошо, что вы уже привыкли к этому. Ну что ж, да, как всегда, для тех, кто первый раз пришел на наш вебинар, а таких обычно присутствует на наших вебинарах от 10 до 20%, это не так уж мало, я делаю следующее объявление, что сегодняшняя презентация доступна для скачивания, вы можете ее использовать в своих интересах со ссылкой на автора и на компанию Директ Медиа, то есть на меня и, соответственно, на компанию Директ Медиа. Для того, чтобы скачать презентацию, надо открыть окно ресурсы рядом, справа от презентации. Если она у вас не открыта по умолчанию, то смотрим вот сюда. Примерно в этом направлении находится ряд кнопок управления вебинарной комнатой. Одна из этих кнопок открывающаяся с желтой папкой. Вот когда вы на нее нажимаете, то открывается и закрывается последовательно окно ресурсы. В этом окне есть ряд, список ресурсов. Те из них, которые отмечены кружочком, это ссылки, по ним можно переходить и смотреть. А вот одна единственная строка изображена дискеткой. При нажатии на эту дискетку, именно на дискетку, а не на само название файла, происходит открытие формы, в которой вы можете скачать презентацию. Это совершенно точно должно работать на стационарных компьютерах. Как это на гаджетах работает, это по-разному. Так что если вы с гаджета, то может у вас и не открыться. Тогда советую сделать это с большого компьютера. В самом начале нашего чата находятся, как всегда, две полезные ссылки. Первый из них ведет на расписание вебинаров до конца первого полугодия 2017 года. Это расписание интерактивное. Его можно не только посмотреть, но и записаться на все текущие вебинары. Вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на YouTube, на котором публикуются записи всех вебинаров, включая и запись текущего вебинара, которая тоже будет опубликована в свое время. Публикуем записи мы, как правило, раз в неделю, где-то в районе четверга-пятницы. Так что вот в этот момент возникают новые записи на нашем канале. Разрешите также следующие два вебинара отдельно представить. Следующий вебинар состоится, один из следующих вебинаров состоится 26 мая в пятницу. Это будет мой вебинар, который также будет посвящен интерактивным средствам создания учебного контента. Его название – таймлайны, интерактивная подача учебного материала во временном контексте. Ну, таймлайны – это тот интерактивный контент, который я всячески приветствую, считаю его одним из самых важных учебных контекстов, в которых может появляться контент. А второй вебинар – вебинар Олега Белычука, это разработчик компании 1С. Он должен состояться 31 мая. Правда, дата на 90% установлена, но может так случиться, что чуть-чуть позже состоится вебинар. Вот, тема тоже достаточно интересная. Это мультимедиа-разработчик компании 1С. И тема будет называться «Разработка интерактивного образовательного контента. Типичные ошибки и упущенные возможности». Ну, и напоследок, как всегда, говорю о том, что все присутствующие, пришедшие на вебинар получат сертификат, электронный именной, цветной сертификат. Вам на почту, под которой вы зарегистрировались на данном мероприятии, придет ссылка. По этой ссылке надо будет зарегистрироваться на нашем учебном портале или войти на учебный портал, если вы там уже зарегистрированы. И там для вас откроется ссылка на ваш именной сертификат. Если у вас какие-то проблемы в этом, пишите мне лучше всего письмом. Я перешлю ваши пожелания или, если что-то случилось, тем людям, которые у нас занимаются сертификатами. Ну вот и все. И давайте приступим, наконец, к нашей сегодняшней теме. Тема, она такая не случайная, и появилась она тоже не случайно. Примерно под похожим названием у меня есть, правда, не одна тема, а две темы в моем самом популярном учебном курсе, посвященном электронному контенту. Суть этой темы состоит в том, что существует, во-первых, про каждый ресурс, который существует, бесплатный ресурс в сети, а речь сегодня пойдет в основном об интернет-сервисах, то есть бесплатных программах, доступ к которым реализуется через ваш браузер. Существует огромное количество бесплатных инструментов и гораздо больше, чем вообще, в принципе, о них можно рассказать. Причем из них очень многие достаточно хороши, чтобы им посвятить время вот на вебинаре, подобном нашему. Ну, во-первых, не хватит никаких вебинаров, чтобы о них всех рассказать. А во-вторых, многие из них настолько просты, что не требуют отдельного вебинара, и о них можно рассказать быстрее. Поэтому вот этот вот формат Папури, то есть быстрый рассказ о достаточно большом количестве подобных ресурсов, он, на мой взгляд, востребован и имеет право на жизнь. Вот сегодня мы познакомимся вот с такими вот направлениями, с 8 направлениями. Это работа с изображениями, интерактивность в изображениях и видеороликах. Кстати, у меня на прошлом, по-моему, занятии, да, кто-то спрашивал по поводу того, будем ли мы рассматривать интерактивность видео. Вот сегодня как раз небольшой кусочек этому будет посвящен. Третий – это онлайн-презентации. Четвертый пункт будет посвящен комиксам и диалогам, видеокомиксам и диалогам, скорее, потому что отдельно комиксы мы не будем рассматривать. Пятый пункт будет посвящен инфографике. Шестой – работа с файлом и со скриншотами. Это очень интересный пункт, потому что он ведет нас к новому пласту электронного учебного контента. Я бы его назвал синхронный контент. То есть это тот контент, который производится и потребляется в процессе диалога со студентом. Не тот контент, который вы делаете для своего курса, и он стационарно остается на длительное время, на годы, может быть. А тот, который и порождается в течение минуты, и потребляется достаточно быстро. Один вид такого контента мы знаем – это чат. А вот здесь мы познакомимся с визуальным контентом, который готовится вот так же быстро. Седьмой – это работа со звуком. И восьмой – онлайн-тесты и опросы. Каждый из этих пунктов мы рассмотрим достаточно быстро. Понятно, что, например, такой пункт, как инфографика, сам тянет на целый курс огромный. Но, тем не менее, сегодня мы коснемся каждого из этих пунктов в достаточной мере, чтобы что-то, может быть, начать уже делать. И сегодня посмотрим ряд небольших учебных роликов, посвященных некоторым из этих пунктов. Давайте начнем с изображения. Конечно, в области изображений, работы с изображениями, работает огромное количество сервисов. Это и некоторые подобия редакторов графических файлов, работающих из сети, и сервисы, которые позволяют подобрать изображения из ряда изображений со свободной лицензией и много-много всего другого. Сегодня я хотел вам представить вот такой вот сервис, который называется Juxtapose. Это по-английски означает подстановка, по-моему, или что-то вроде этого. Смысл этого сервиса в том, что мы берем два изображения, чем-то похожих, но имеющих отличия. Например, два снимка с одной и той же точки, с одними условиями съемок зимой и летом. Или сейчас и 50 лет назад. Либо просто два очень похожих изображения по какой-то причине. Либо два изображения до определенного воздействия и после. Ну, много разных учебных потребностей может подобный способ вам показать. Ну, мы, наверное, все помним по детским журналам. Такое вот две картинки помещено. Найди пять отличий или найди десять отличий. Вот это примерно то же самое, только изображения совмещены в одном кадре. И между этими изображениями движется такая стеночка, которая перемещается и позволяет открывать то одно, то другое изображение. Вот я хотел бы вас познакомить с таким вот одним из изображений. Можете его прямо сейчас посмотреть. Я это изображение сделал, это не изображение, а точнее этот интерактивный контентик сделал для одного из своих курсов на примере двух великих картин Гои. Одетая Маха и обнаженная Маха. Ну, история этих произведений, она достаточно хорошо известна. Сначала Гоя запечатлел Маху обнаженную, а через несколько лет он захотел полностью воспроизвести тот же самый антураж и сделать картину Маха одетая с той же самой натурщицей. И используя почти тот же самый, один в один, тот же самое, то же самое место и размер холста и все-все-все то же самое. Вот, это такая, в художественной жизни это очень редко такое бывает, когда два практически одинаковых изображения, да, которые можно сравнивать. Обычно сравнивают фотографические изображения. Да, ну вот это вот такой эффектный... Нет, все... Я буду особо говорить, если будет это платный сервис. Все эти сервисы бесплатные, там за исключением... Да, по-моему, все вообще. Там кое-где есть платные планы, но вот этот вот... Jaxtapost.js... Да, кстати, у меня тут нет прямой ссылки, но на самом деле вот по этому названию очень легко гуглиться. Это очень известный сервис. Кстати, у вот этой вот, я даже не скажу компанией, а это группа северо-западного университета в Бостоне. В Бостоне, по-моему, вот не помню где. Которые несколько серверсов прекрасных сделала, и один из них мы на следующем занятии будем рассматривать подробно. Это Timeline.js для производства таймлайнов, а это вот один из других их сервисов, тоже очень важных. Все это бесплатно, да, и делается все очень просто с точки зрения самого сервиса. Вы кладете два изображения куда-то к себе на сайт или в какое-то облако. Главное, чтобы у них был HTTP-адрес, по которому это изображение открывается. И помещаете вот в такую вот формочку, где описываете левое изображение, правое изображение, даете им какое-то название. Можете еще дать источник, откуда вы взяли, но это не обязательно. Дальше говорите о том, где поместить границу, посередине или смещенную в какую-то сторону. Ну и, собственно, все. Вот эти опции можно даже и не рассматривать, оставить по умолчанию все. Вот, потом делаете вот сюда на кнопочку Update Preview, и появляется вот такое вот изображение. Его можно вставить кодом в свой курс, свой учебный контент и каким-то образом дальше вот так вот использовать. Этот сервис очень любят различные средства массовой информации. Вот, например, да, ну вот здесь вот показано, как мы забираем код. Вы нажимаете на кнопку Publish, и появляется вот этот вот код, который можно забрать и вставить в свой свободный ресурс любой, в электронный курс, там, в свой сайт, на свой блог и так далее. То есть, вообще говоря, вот такой код, это как раз взятие такого кода, это как раз признак использования интернет-сервиса как результата работы. Да, помните, я, по-моему, на прошлом занятии говорил, что основной способ использования интернет-сервисов состоит в том, что они поставляют вам простейший код, который надо вставить в то место, где вы хотите воспроизвести результат, а сами сервисы обеспечивают этот результат в момент, когда ваши студенты смотрят его. То есть, сам движок, так сказать, который обеспечивает этот результат, он несколько более сложный, чем вот этот вот код. Вот, но он подключается в тот момент, когда ваш слушатель делает запрос к этому ресурсу. Соответственно, в этот момент должен работать интернет у студента, и все эти сервисы, они работают тогда, когда речь идет об онлайн-курсе, а не о курсе оффлайновом. Вот еще один пример использования такого сервиса, похожего сервиса, правда, немножко по-другому он выглядит. Это картинки, фотографии, которые были сделаны, современные фотографии концлагеря Освенцим. И сравнение их с теми фотографиями, которые были сделаны на момент освобождения лагеря. То есть, специально приехал фотограф, и точно с тех точек, которые он видел, он снимал те же самые виды. А потом были сделаны вот такие вот интерактивные окошечки, в которых со слайдером, в которых можно было посмотреть, что было, как было и как стало. Вот, ну, прием этот, конечно, он достаточно универсальный, и в учебном контенте его можно использовать активно. Конечно, ему есть замена, можно вместо этого показать, сделать маленький учебный ролик, где то же самое, показать изменения того, что было, что стало. Можно просто показать две рядом фотографии. Ну, вот это достаточно удобный способ, перемещая эту границу, вы хорошо видите различия, как эти различия возникают, да, в момент перехода контура. Да, я тоже, я вам это не сказал, да, совершенно верно. Для примера используется именно карта Сочи, до постройки олимпийской деревни и объектов олимпийских, и после на главной странице этого сайта. Вот. Я хочу сказать, что, на самом деле, простейший сервис, наибольшую сложность для использования, составляет правильный подбор двух изображений. Точное их совмещение и точное увеличение подбор, и сделать так, чтобы это действительно выглядело, как вот здесь, да, совершенно без переходов. Вот вы видите, это граница рельсы прямо переходят одни в другие, как бы, да. Ну, конечно, небольшие скачки тут как-то есть, от них трудно избавиться. Вот. Создать такое, это скорее больше работа не для самого сервиса, а предварительная работа в графическом редакторе, чтобы полностью совместить вот эти кадры. Она требует некой аккуратности. Следующее, это вопрос интерактивности в изображениях и видеороликах. Следующий наш пункт. Я уже вам, по-моему, где-то показывал вот этот сервис, который называется, замечательно, я его очень люблю, ThinkLink, который позволяет делать интерактивные добавки к изображениям. Такая форма, она позволяет делать картинку ведущей, то есть, как бы, содержанием вашего будущего контента. И на этой картинке вы формируете вот эти вот точки интереса или hotspot, на которые можно нажимать и показывать там какие-то переходы на дополнительные... на статьи википедии, на дополнительные сайты какие-то. Свои собственные тексты можете показывать, картинки можете показывать. В том числе можете показывать и... вот всякие такие видео изображения. Есть несколько вариантов выбора вот таких вот точек. их внешнего вида. Да, вот этот сервис как раз он платно-бесплатный, то есть можно его использовать в бесплатном режиме, но в платном он дает дополнительные возможности. В частности, вот в бесплатном режиме видов таких вот точек, там, внешних видов таких вот точек, где-то около... по-моему, 5-10, где-то так. А в платном режиме там около сотни их. Ну, это не такое же большое преимущество на самом деле. Да, вот так вот тоже может это выглядеть. Прямо небольшое изображение видео на... на картинке, которое прямо здесь можно запускать. Формируется это достаточно просто. Вот при помощи такого простого меню. Сначала вы выбираете... дважды щелкаете по изображению, появляется вот такое вот... такое меню. в нем вы сначала выбираете вид иконки, дальше пишете текст и ссылку на источник, где можно подробнее это все посмотреть. Вот. Таким же образом вот вставляется, например, иконка с видеоизображением. Ну, и в конце вы можете взять код этого изображения. Вот он, этот код. Такой же, как в предыдущем случае. При помощи iFrame все делается. И вставить его где угодно. Здесь, кроме всего прочего, вы можете еще и подстроить размер этого вставленного изображения таким, как вам удобно на вашем сайте это сделать. Вот. Ну, и несколько... И еще одна есть подстройка. Можно взять код в режиме iFrame, а можно взять в виде JavaScript. Но это... Сейчас об этом не буду говорить. Это такие уже тонкости. Ну, и... ThinkLink, он... Это... сервис, который... двойной такой. Вот первую часть его мы с вами посмотрели, вторую часть... Вторая часть это создание интерактивного видео. Вот. Он позволяет делать видео вставки, позволяет делать видео, в котором появляется по ходу его просмотра, появляются ссылки на какие-то другие ресурсы, например, на другие видео. Вы знаете, я сейчас подробно об этом не буду говорить, потому что у нас есть целый ролик, который этому посвящен. И есть, кстати, пример этого интерактивного ролика. Его сможете посмотреть, если скачаете презентацию. А сейчас давайте посмотрим этот видеоролик. Да, ну, про PopLet мы с вами, по-моему, говорили в прошлый раз, если не изменяет память. Сейчас посмотрим. Ролик неожиданно. Этот ролик я сделал, наверное, два года назад или полтора года назад. И он на моем канале является лидером просмотров и лайков. Не знаю, почему вот так вот полюбился людям этот сервис. Наверное, вам тоже имеет смысл его посмотреть. Давайте посмотрим сейчас ролик. Я, как всегда, выхожу из эфира и остаюсь в чате во время. Добрый день, друзья. Меня зовут Павел Калиников. А мы с вами продолжаем изучать интернет-сервисы в рубрике «Практикум автора учебного контента». Сегодня с вами мы рассмотрим интернет-сервис SyncLink. В частности, его возможность создавать интерактивные видеоролики. В настоящий момент я нахожусь в своем аккаунте SyncLink. И я должен выбрать источник видеоролика для того, чтобы на его основе создать интерактивный видеоролик. Я могу нажать на одну из вот этих кнопочек и выбрать источник видео. Я выбираю видео с YouTube. Теперь я должен ввести ссылку ролика. Я выбираю вот такой вот ролик, посвященный синхронизации 32 метрономов на одной общей подвесной платформе. Очень интересный учебный ролик. Я выбираю его ссылочку и вставляю ее вот в это окошко. В рабочей области появляется вот такое вот поле, на котором мы можем создавать интерактивные элементы. Ну, для начала исправим общие установки видео. Видео взято из японского сегмента YouTube, поэтому исправим название на русский. Здесь просто напишем синхронизация метрономов. Описание просто уберем, оно нам сейчас не так интересно. Оставляем наше видео в публичном доступе и нажимаем на клавишу Save. Теперь мы можем делать следующее. Просматривать наш файл. Вот возникают такие управляющие элементы. И можем добавлять теги. Сейчас мы этим и займемся. Тег всегда добавляется в текущую позицию таймлайна. То есть вот где находится движок воспроизведения, туда и вставляется тег. Мы вставим три тега. Один с картиночкой и ссылкой на статью. Второй тоже и третий с видео. Чем выгодно отличается сервис SyncLink от других сервисов, которые позволяют делать интерактивные видеоролики? Отличается тем, что он может делать видеоролики не просто с переходами на какие-то внешние ссылки, а с информацией, которая открывается в поле самого кадра. Сейчас мы увидим, как это сделать. Давайте вставим первый тег прямо в начале нашего ролика, где-нибудь на 10 секунде. Вот так вот. Нажимаем на кнопочку Добавить тег. Появляется вот такое вот поле, где мы можем ввести ссылочку на связанную страницу, текст тега. Для начала мы это и сделаем. Да, и иконочку тега. Вот среди иконочек в свободной версии SyncLink доступно несколько. Давайте выберем иконочку с надписью И, так как это информационный тег будет. Сюда вставим ссылку на статью про метрономы из Википедии. Вот эта статья. И возьмем ее ссылочку. Я использую короткую ссылочку и вставлю ее в это поле. Здесь просто напишем слово метроном. Сохраняем этот тег. А теперь мы можем дополнить наш тег следующим содержанием. Появилась вкладочка PopUp. Вот ее мы сейчас и заполним. Во-первых, мы можем выбрать уже содержимое тега, внутреннее содержимое тега, его описание. Ну, здесь так и оставим. Метроном Википедия. В качестве описания возьмем первый абзац из этой статьи. А можем взять еще и картиночку, которая будет характеризовать этот тег. Ну, вот я выбрал вот такой вот анимированный гип. Сохраним наши изменения. Вот. И теперь мы видим, что наш тег состоит из картиночки. Описание названия, краткого описания и кнопочки для перехода, для того, чтобы прочесть больше по этой теме. Все, этот тег мы отредактировали. Теперь можем приступать к следующим тегам. Тег будет виден на видео вот таким вот образом. Всплывет вот такая вот сбоку картиночка с названием и с иконкой. После того, как мы на нее нажмем, всплывет вот это вот изображение. Вставим следующий тег. Допустим, где-то в середине ролика. Мы захотели поговорить подробнее об этом эффекте. О эффекте, открытом Гюгенсом. Эффект заключается в том, что много часов или метрономов, находясь на одной подвешенной платформе, постепенно синхронизирует свою работу. Ну что, давайте добавим еще один тег. Теперь в качестве ссылки я добавлю статью, которую я специально заранее нашел. Здесь напишем эффект Гюгенсы. Сохраним это все. А теперь можем переходить к настройке всплывающего окна. Ну, так и назовем наш всплывающий тег, как называется статья. Стадное чувство на примере метрономов. И также введем сюда первый абзац из данной статьи. А в качестве заголовочного изображения выберем портрет Гюгенса. Сохраним все это. И получаем вот такой вот тег, который позволяет нам что-то прочесть, какую-то вводную информацию, а дальше перейти для подробного изучения статьи. Ну и, наконец, в конце нашего ролика вставим еще один тег, который будет видео тегом. На сей раз мы хотим вставить видео информацию. Я подобрал вот такой вот видео файл с YouTube. Здесь говорится о программе, которая эмулирует метроном. Выберем ее код. В данном случае выберем код вставки. Не просто URL, а именно код вставки. И вставим этот код вот сюда. В качестве текста так и напишем приложение метроном. Сохраним наш тег. И вот получаем вот такое вот видео внутри видео. Таким образом, мы видим, что в качестве интерактивных элементов могут выступать тексты, картинки. И даже дополнительные видео. Другими словами, используя SyncLink, мы можем использовать образовательную стратегию, когда много мелких видео файлов присоединены к одному файлу ведущему. И внутри этого файла, не уходя с него, вы можете просмотреть вот эту цепочку видео файлов, а также картинок, текстов и так далее. На мой взгляд, это наиболее удачная стратегия для интерактивного видео. Ну, теперь мы делаем Save and Exit и получаем этот файл уже сохраненным. Давайте мы его просмотрим, что у нас получилось. Вот начало видео. Мы не будем все 4 минуты смотреть. Я обращаю внимание, вот здесь вот желтыми линиями показаны те места, где стоят теги. Ну вот, всплыл первый. Сейчас еще раз запустим. Всплыл первый тег. Нажав на него, я останавливаю видео и изучаю содержимое этого тега. При необходимости могу перейти на другую вкладку и почитать более подробно. Я смотрю видео дальше. Мы подходим к нашему второму тегу. Вот сейчас он появится. Я снова читаю, смотрю изображение, читаю текст и перехожу на тот более подробный материал, который мы обозначили в виде ссылки. Ну, мы продолжаем смотреть наше видео и доходим до нашего третьего тега. Сейчас он возникнет. Видео снова возвращается. И тут мы можем посмотреть другое видео, вставленное в наше ведущее видео. Не будем его все смотреть. Вот и все. Все, что нам надо, это теперь поделиться этим интерактивным видео. Это можно сделать при помощи вот этой вот кнопочки. Здесь можно взять либо URL, ссылку, при помощи которой вы можете открыть вот этот файл, либо, что более удобно для наших внутренних ресурсов, например, для онлайн-курсов или наших блогов, мы можем взять embed-код и вставить их в любое место, куда нам надо. В этом случае будет присутствовать только вот это вот само изображение, которое вставится в наш внутренний ресурс. Вот и все. Все очень просто. Используйте SyncLink для своих нужд. Вот я надеюсь, этот учебный ролик был полезен для вас. Всего хорошего. Вот так вот просто работать SyncLink, и те, кто хотят делать интерактивное видео, могут использовать этот ресурс. Честно говоря, интерактивное видео можно делать многими разными путями, но я выделяю именно этот сервис. Он мне очень нравится, и именно поэтому я сделал ролик именно про него. Ну, а у нас следующий пункт, это онлайн-презентации. Вообще говоря, очень много... Нет, с тестовыми вопросами нельзя. С тестовыми вопросами вообще... Людмила Сергеевна, вот тут очень хороший вы задали вопрос. Тестовые вопросы... Вообще говоря, надо понимать, что это не тест. То, что можно сделать внутри ролика, это опрос, а не тест. То есть полноценного теста сделать нельзя. Можно сделать внутри ролика, задать несколько вопросов, которые мотивируют на просмотр предыдущей части, последующей части, то есть влияют как-то на мотивацию ваших слушателей. Но нельзя проводить нормальный тест в том смысле, что вот в этот момент определить, проставить какую-то оценку и так далее. Практически все сервисы или все оболочки или все платформы, на которых это делается, именно на это направлены. То есть на создание опросов. В английском языке очень хорошо есть два... два слова, которые употребляются к слову тест. Это, собственно, тест подразумевает тест сертификационный или оценочный, который ставит оценку, и квиз, который лучше переводить как опрос. Вот то, что делается внутри учебных роликов, это все квизы. То есть вот такие вот опросики. Нет, к сожалению, в этом сервисе это делать нельзя. Но зато здесь можно делать вот то, что я показал. То есть мы готовим внешний ролик как матрешку, как такую учебную матку, из которой развиваются все остальные виды контента. Вот в этом интересная возможность этого сервиса. А теперь поговорим про онлайн-презентации. Об этом, конечно, можно много говорить. И первое, что приходит на ум, это, конечно, рассказать о таком виде онлайн-презентации как Prezi. Но сегодня мы это делать не будем. Во-первых, надо долго рассказывать. Во-вторых, это просто особый вид подачи информации. Сегодня мы будем говорить о более приземленных вещах, о таких, которые требуются нам каждый день. Это о том, вот у нас есть набор материалов, набор наших учебных презентаций. И мы каким-то образом хотим донести их до наших студентов. Можно, конечно, везде готовить какие-то кнопочки со скачиванием ваших презентаций. Эти презентации помещать на какие-то ресурсы и так далее. Но есть более простой способ и более универсальный. Это способ использовать один из сервисов, который позволяет презентацию скачивать к себе и показывать ее пользователю в окошке или во фрейме внутри вашего курса. Это очень удобно. Кроме того, если вы это разрешаете, то производить и скачивание этой презентации прямо с этого ресурса. То есть вам не надо задумываться еще и над своим хостингом, где вы эти презентации будете готовить. Вот, на мой взгляд, лучший из этих сервисов это SlideShare. SlideShare где-то года два назад был куплен социальной сетью LinkedIn. И несмотря на то, что сеть LinkedIn была заблокирована на территории России, этот сервис продолжает нормально функционировать. Я его активно использую для помещения своих презентаций для своих курсов. Но надо иметь в виду, что он хорошо понимает и другие виды документов. Вы можете в него загружать и PDF-ы, и вардовые файлы, и отдельные картинки, если вам это интересно. То есть это такое универсальное облачное хранилище для ваших документов, которые вы хотите разделить со своими слушателями. Не буду показывать, как это все работает. Там все достаточно прозрачно. Просто нажимаете на кнопочку Upload и грузите свой файл, описываете его там в двух-трех в форме ввода соответствующей. И все, он появляется. Его потом можно при помощи кода, точно такого же кода, вставлять. Совершенно да, замечательно, что кто-то из вас его уже использует. Я вот просто говорю, что такая возможность есть. И просто еще раз обращаю ваше внимание на то, что если... Вообще-то я не очень за то, чтобы использовать презентации как документы именно в учебном процессе. Но, например, на тот случай, если вы читаете вебинары по презентациям, дать потом презентацию, чтобы напомнить этот вебинар, это, может быть, и не такая плохая идея. Так вот, основная идея, которую я хотел бы до вас донести, благотворная идея, это то, что со слушателями не обязательно делиться файлом, чтобы он со своей стороны этот файл смотрел. Особенно, если этот файл презентации, значит, он обязан иметь на своем компьютере Microsoft Office, вы уже предполагаете, что не всегда верно. Потом человек может это захотеть посмотреть, например, с телефона или с гаджета какого-то, а там нет офиса, и возникают разные проблемы. Вот такой вот онлайн-показ, когда вы просто вставляете фрейм в свой курс, в котором человек может просмотреть вашу презентацию, просто тыкая вперед-назад, он является хорошим примером того, как использовать ваши документы в вашем учебном курсе, не скачивая их. Да, ну вот тут вот форма, как брать код различный, вот ваш код, например, вот этот, можно еще другие виды кодов вставить, либо просто давать ссылку на ссылку на сам сервис, в котором можно посмотреть вашу презентацию. Но я предпочитаю все-таки вставлять код фрейма в свой курс, чтобы прямо внутри курса люди могли это делать. Идем дальше. Комиксы и диалоги. Ну, у меня этот материал идет в курсе про учебное видео, в данном случае речь идет о видеокомиксах. Конечно, этот материал не для того, чтобы подавать полностью контент вашего курса, но в определенные моменты он достаточно интересен, он может являться таким завлекающим контентом на одну-две минутки в начале темы или что-то вроде этого. Хорошо идет, кстати, вот на такие темы, как иностранные языки, там, что-нибудь вроде этого. Я видел несколько примеров. Один из таких сервисов, который просто реализует видеокомиксы, что значит просто? Это значит, вам не надо ничего рисовать. У вас есть готовая готовая библиотека фонов, библиотека изображений, библиотека персонажей. У персонажей есть, у многих, по крайней мере, из этих персонажей есть какие-то элементарные движения, а также есть виды эмоций различные. Вот. и отображая этих персонажей геометрически где-то на поле кадра, а также управляя ими на оси времени, вы выставляете какой-то сюжет, да, подписывая какими-то словами, вы выставляете какой-то сюжет, при помощи которого передаете свою мысль. Выглядит это достаточно эффектно, ну, главное, не очень злоупотреблять этим всем. Конечно, еще раз хочу сказать, полный курс на основе видеокомиксов это смешно, но как вот такой вот элемент это достаточно здорово, который иногда появляется. Есть, да, есть вот поэтому учебные видеокурсы, вот, например, я всегда использую учебный ролик от Николая Полтавцева, который подробно рассказывает, как пользоваться этим сервисом. Сервис, правда, с тех пор, когда этот ролик создан, улучшился, там большее количество персонажей появилось, более продвинутых таких. Сервис тоже платно-бесплатный, но в бесплатной версии тоже им вполне можно пользоваться. И еще один хочу пример показать аналогичного подхода, это производство диалогов. Диалоги вообще это тот вид учебных курсов, которые больше востребованы в курсах коммерческих, я неправильно сказал, в курсах корпоративных, то есть те, которые используются на предприятиях для того, чтобы создать у тех, кто работает на этих предприятиях какие-то навыки. Ну, например, в банке разработан новый банковский продукт и быстро надо всех менеджеров по продажам и операционисток обучить тому, как продавать этот продукт, вообще, как его предлагать, как отвечать на вопросы слушателей, либо вам надо научить техподдержку отвечать на вопросы слушателей. Вот, для того, чтобы это сделать, да, обычно ведь это на крупных предприятиях, в корпорациях, особенно, если они разбросаны по территории России или там вообще мира, да, очень трудно это сделать одновременно, поэтому применяют как раз онлайн обучение и вот эти вот диалоги, они очень сильно экономят время предприятия для того, чтобы сделать это обучение и ресурсы предприятия. Ну, также эти диалоги, они востребованы и в некоторых областях высшего образования, ну, наверное, не только высшего. Что сразу напрашивается, это там курс психологии, социологии, вот подобного направления. И в качестве опросника цель диалога не выставить какую-то оценку, а провести по правильному пути, по правильному пути ответов на вопросы с тем, чтобы получить правильный результат в конце. То есть вы, идя по неправильному, неправильной ветви диалога, вы попадаете в предложение еще раз его пройти, потому что вы совершили те или иные ошибки. В некотором смысле это эквивалентно такому хорошо оформленному учебному тесту. Да, это только блок-схема. Сейчас мы посмотрим, как это все выглядит. Разработка диалога заключается в том, что сначала вы формируете вот такую вот разветвленную блок-схему, по которой понятно, после каких ответов куда мы дальше идем и какая ветвь диалога реализуется. То, о чем я говорю сейчас, это, правда, это платный видеосервис, видео, интернет-сервис, да, но в нем есть трейл-период, в который можно его посмотреть и бесплатно использовать, по-моему, 30 дней. Мне он просто очень нравится, и я знаю эту команду, создатели этого курса, Сергей Снегирев из Риги, замечательные ребята, вот, и мы посмотрим сейчас ролик, который, буквально минутный ролик, который примерно поясняет, где Сергей поясняет, как работает это все. Здесь точно так же, как в видеокомиксах, есть персонажи, которые можно выбрать, фоны, которые можно выбрать, и у каждого персонажа есть пять эмоциональных состояний, которые тоже можно выбрать, чтобы наилучшим образом проиллюстрировать ту фразу, которую он будет говорить. Ну, вот так примерно выглядит диалог. Тот, кто с нами говорит, задает нам вопрос, а мы должны ответить одним из трех способов. И дальше мы проваливаемся в какую-то ветку диалога, где дальше возникает этот же персонаж, задает нам какие-то следующие вопросы. А вот сейчас давайте посмотрим этот минутный ролик от Сергея Снегирева и станет все понятно более-менее, как это делается. Добрый день, меня зовут Сергей Снегирев и сегодня мы поговорим о Branch Track. Это очень простой инструмент для создания интерактивных диалоговых тренажеров, которые вы сможете использовать в своих курсах. Давайте представим, что мы обучаем сотрудников техподдержки и сделаем тренажер для них прямо сейчас. Новая сцена создается двойным кликом. Сначала мы указываем реплику клиента. Допустим, он не может загрузить свой компьютер. Что же должен ответить ему наш обучаемый? Предложим несколько вариантов ответа. Например, поменять пароль, поискать решение в базе данных или попробовать перезагрузить компьютер. Каждый вариант мы перетащим мышкой и он превратится в новую сцену с новыми вопросами от клиента. Так мы построим большой разветвленный диалог, который превратится в увлекательный тренажер. тренажер. Теперь давайте выберем персонажа и фон. По-моему, вот этот хмурый мужчина подойдет на главную роль. Кстати, в бренч трек можно загрузить любые изображения. Вот и все. Тренажер готов. Не нужно ничего публиковать, все уже работает само. Тренажер можно добавить в курс или разместить в системе дистанционного обучения. Конечно, это не все. С помощью бренч трек можно разрабатывать тренажеры с коллегами, можно добавлять звук, можно делать интересные интерактивные видео тренажеры. Если вам интересно узнать больше, напишите лично мне на адрес сергей at branchtrack.com Спасибо! Да, вот такой достаточно простой ролик. Я в свое время просил Сергея его сделать на русском языке, потому что сам бизнес Сергея в основном к сожалению ориентирован на запад, потому что там просто больше платежеспособный спрос. И вот я был очень рад, когда он наконец сделал этот ролик на русском языке, сам его озвучил, и я теперь его показываю на своих курсах, как пример вот такого интерактивного сервиса. Ну, а мы идем дальше. теперь несколько слов надо сказать про инфографику. Вообще, говоря, инфографика, ну, не очень много можно говорить. Да, вот инфографика появилась, если искать ее исторические корни, где-то в 18 веке примерно, скорее всего, во Франции где-то. Вот, ну, вот, я привожу пример инфографики российской конца конца 19-го, начала 20-го века. Тогда вот в журналах печатали вот примерно такие вот изображения, которые показывали в изобразительном виде, показывали какие-то цифровые соотношения. К сожалению, инфографику очень трудно формализовать и нарисовать хорошую инфографику, придумать идею и нарисовать ее в общем-то достаточно сложно. Поэтому те сервисы, которые есть для инфографики, они по сравнению с инфографикой, нарисованной живыми художниками, живыми дизайнерами, они здорово проигрывают. Именно по этой причине я не очень люблю давать инфографические сервисы у себя в курсах. Они у меня занимают очень скромное место. Тем не менее, о двух таких сервисах я упомяну. Один из них называется Инфограмм и позволяет создавать простые инфографические изображения, интерактивные, что важно. То есть, они могут состоять из нескольких сцен, которые переключаются при помощи кнопок, какие-то цифры могут возникать при наведении мышки и так далее. Внутри этого сервиса можно использовать несколько это тоже платно-бесплатный сервис, в нем есть бесплатный план вполне рабочий. Можно использовать несколько схем, несколько шаблонов инфографических для того, чтобы делать вот такую простенькую инфографику. Ну и второй сервис, который я раньше использовал, и он мне очень нравился. Он мне и сейчас нравился, но, к сожалению, сейчас в этом сервисе меньше возможностей в бесплатном режиме его функционирования. Это DataRapper. Это тоже сервис для создания простой инфографики. В основном это разного рода диаграммы, то есть простейшая инфографика без рисунков продвинутых таких, но зато достаточно хорошие получаются диаграммы, интерактивные, и их тоже можно вставлять в свой ресурс таким же образом, как и все остальное. Просто делаете какое-то важно иметь какой-то набор данных в виде строки или строки данных или таблицы данных. Эту таблицу прямо из Excel можно в одно действие переместить в DataRapper. Потом очень интересно, он сам попытается наилучшим образом придумать что означают строки и столбцы и отобразить наилучшим образом. а вы потом можете выбрать между несколькими способами визуализации, несколькими видами диаграмм и разместить это уже у себя. Ну вот, например, я на своем сайте сделал вот такой расчет по историческим данным. У меня есть сайт, который называется «Русский биографический словарь». Я выбрал оттуда несколько десятков тысяч строк с информацией о датах смерти тех или иных исторических деятелей и получил вот такую диаграмму смертности по месяцам, из которой совершенно естественно выходит, что наибольшая смертность достигается где-то в феврале-марте года, а наименьшее летом. То есть зимой смертность возрастает примерно процентов на 20 по сравнению с летними месяцами. 20-25 процентов. Это, правда, исторические данные, не современные. Ну и то же самое я сделал с рождаемостью и поместил на своем сайте в виде такой вот интерактивной диаграммы, диаграммы, которые можно переключать. Ну все, про инфографику все, хотя на самом деле хорошая инфографика, она, конечно, совершенно замечательная и я жду появления все-таки таких сервисов, которые лучше будут с более продвинутыми шаблонами, которые будут лучше отвечать потребностям не только преподавателей, а вообще тех, кто использует инфографику. А инфографика, конечно, в преподавании это большая сила, если иметь возможность делать инфографические изображения, они очень сильно улучшают эффект понимаемости. то есть если есть возможность как-то представить графически какие-то цифры, которые сухо даются в вашем курсе, то это совершенно замечательно. Ну и вот следующий пункт, о котором я хотел бы поговорить, он это работа с файлами и скриншотами. Я тут хотел бы вам порекомендовать такую программку, это уже одновременно и сервис, и программка, но работает она как программное обеспечение на вашем компьютере, хотя у нее есть и сервисная часть, то есть хранилище, облачное хранилище для файлов. Называется эта программка Clip2Net, Clip2Net, и это программа для быстрого деления, быстрого изготовления скриншотов и быстрого при помощи нее можно быстро поделиться информацией графической с вашими слушателями. Вот вы знаете, многие очень любят Canvo, я почему-то ее не очень люблю, сколько раз я в нее заходил, и каждый раз получалось, что то, что я хочу сделать, оно находится в платных шаблонах, а в бесплатных как-то никак не находил. Возможно, это мое личное мнение, потому что я знаю, что очень многие люди Canvo любят, те люди, мнения которых я уважаю, которые являются большими специалистами в изготовлении инфографики, так что вы возможно правы здесь. Итак, Clip2Net хорош тем, что он быстрый. Опять же, это программное обеспечение платно-бесплатное, и бесплатный тариф в нем совершенно замечательен, там почти нет ограничений, но те ограничения, которые есть, не очень нас волнуют. Итак, вот я прямо сейчас покажу, как он работает. Давайте я вот для примера напишу здесь слово в чате. пример использования Clip2Net. И тут же его использую. Это я сделал, чтобы показать, как быстро это работает. Теперь я вызываю Clip2Net, это вам не видно, я вот сейчас вырежу кусочек нашего чата. давайте я сделаю какие-то пометки на этом скриншоте, поставлю стрелочку, поставлю квадратик какой-то, и дальше сделаю, например, размытие какого-то участка. Это не все возможности, но вот такие вот есть. Так, теперь я отправляю этот кусочек в облако, делаю открыть изображение, и в чат помещаю картинку. Вот вы эту картинку можете сейчас пронаблюдать и убедиться, что это все изготовлено прямо сейчас в течение полуминуты. Появление вот такого вот программного обеспечения это не единственное вариант, есть много еще других, но это один из самых лучших. Это на самом деле целая революция, потому что до сего момента вот эта вот онлайн информация, не онлайн, точнее, а информация, которая давалась в синхронном режиме, ограничивалась текстом, то есть вы могли со студентом в лучшем случае обменяться репликами в чате. Теперь вы можете также обменяться скриншотами и можете это делать прямо вот сейчас. Не говорить ему «я вам пришлю на почту», да, вы там посмотрите, там через час, нет, вы можете это делать прямо сейчас, здесь и сейчас, а если еще и он обучится этой программе, то и он может не просто задавать вам вопрос, а вот у меня не работает такая-то программа или еще чего-то, а вот дает вам скриншотик, показывает стрелочкой и говорит, вот это вот не работает, а вы ему отвечаете новым скриншотом, говорите, нет, работает, если вы сделаете то-то и то-то, вот, поэтому это, я считаю, что это прорывная такая вещь, она, кстати, хороша не только для такого чатового общения, при помощи нее хорошо готовить всякие инструкции, уже более длительного пользования контент, тоже хорошо, потому что это такая, вы знаете, это все, что надо для скриншота, это мини-фотошоп для скриншотов, вам не надо запускать какой-то графический редактор со сложными функциями, а все, что нужно, делается прямо вот здесь, вот, ну, больше у нас времени нет на это, но надеюсь, что, вообще, вот это приложение, которое я сразу советую всем слушателям своих курсов сразу поставить, с тем, чтобы использовать даже дальше в работе, вот, хотя бы это говорит о его полезности, да, ну, вот тут, что можно сделать, можно стрелочку разместить какую-то, можно вот такие вот указатели размещать, можно текст печатать, да, можно произвольные кривые рисовать, можно размывать, маркером писать поверх, вот такие овальчики, ну, и много другое там можно делать, вот, и самое главное, что это все можно отправить в облако, и сразу ссылкой отправить тому человеку, которое важно, вот те возможности, которые есть, они вот все наверху здесь представлены, вот, но мы перейдем дальше к работе со звуком, здесь мы не будем говорить о сервисах, которые позволяют редактировать звук, я вам одно, один маленький покажу пример, это использование сервиса SoundSite.js, это та же самая, та же самая группа разработчиков, что и Jackstep Pulse и Timeline GS делала, очень полезно для тех курсов, в которых есть короткие вставочки, короткие звуковые вставочки, например, такие, как языковые курсы, ну, возможно, какие-то биологические курсы, еще, где важно показать какие-то звуки, исторические курсы, где можно давать речь каких-то людей, удобство заключается в том, что вы показываете mp3 файл, ну, или какой-то другой звуковой файл, который вы где-то разместили у себя, говорите, с какой секунды по какой его воспроизвести, и в результате получается, я даже вот сейчас покажу маленький ролик, а тут результата нет, почему-то не показал, ну, сейчас вы это все увидите в ролике, а все это воспроизводится очень, очень здорово, просто такой слегка затемненный текст, который можно просто наверстать у себя в курсе, и вот какие-то участки текста, они автоматически становятся mp3 плеером, то есть вы не делаете каких-то специальных вставок, специальные плееры вставляете, а сам текст у вас является кликабельным и воспроизводимым в виде вот такого простейшего плеера, давайте посмотрим этот очень кратенький ролик, Добрый день, друзья, сегодня я расскажу вам об интернет-сервисе SoundSite.js и об использовании его в учебной деятельности. Сервис SoundSite создан для того, чтобы быстро и без особых усилий создавать звуковые цитаты на основе кусочков звуков и кусочков текстов. Собственно, может он делать не так уж много, но и для освоения его необходимо всего несколько минут, а результат у него настолько простой и привлекательный, что хотелось бы вас ознакомить с этим хорошим сервисом. Что умеет делать этот сервис? Он умеет делать вот такие простые вещи. Вот смотрите, вот это серое поле обозначает какой-то текст и вместе с тем обозначает некий звук. Вот мы включаем его. все, это какой-то простенький звук, он может означать речь человека или какое-то музыкальное короткое произведение, какой-то звук, где это может использоваться в учебной деятельности. прежде всего, конечно, в языковых курсах, где часто и много приводятся звуковые эквиваленты каких-либо иностранных фраз, может приводиться в исторических науках, где можно воспроизводить речи великих людей из прошлого, ну и много еще где, где звук выполняет какую-то функцию, которая интересна для обучения. Собственно, есть много различных способов познакомить людей со звуком. Можно просто дать ссылку на mp3 файл, можно включить свой курс аудиоплеер и так далее. На мой взгляд, вот такое решение очень элегантно и с интерфейсной точки зрения позволяет в одном месте разместить как текстовое значение, так и звуковое значение одного и того же смысла. Давайте посмотрим, как это делается. Делается это очень просто. Вот здесь нажимаете на клавишу Make a Clip Now. И дальше такие вот три шага. Во-первых, вы должны сначала найти где-то в сети звук, из которого вы составите свои звуковые цитаты. Я нашел на своем сайте русский биографический словарь голос из речи Ленина. Никаких подтекстов, просто первое, что пришло в голову, из него сделал небольшую нарезку. Как я это сделал? Сначала я помещаю ссылку на этот файл вот здесь. После этого я делаю следующее. Нажимаю на клавишу Load. Этот звук загружается вот в такой вот интерфейс. В этом интерфейсе надо найти начало цитаты и конец цитаты в минутах и секундах. Указать, сколько раз играть. По умолчанию один раз, может быть, несколько раз надо повторить. и, собственно, тот текстовый отрывок, который мы хотим воспроизвести. Ну, давайте немножко послушаем этот отрывок. Слово товарища Ленина. В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал среди... Ну, и так далее. Ну, и давайте создадим два клипа. Первый клип в самом начале, с самого начала и до десятой секунды. Отмечаем здесь вот так вот 0.10 И здесь так и напишем, как в самом начале сказал представляющий человек. Слово товарища Ленина. создаем клип. Так, создали один клип, создаем следующий. Ну, вот где-то тут, начиная с 20 какой-то минуты, речь идет о первом интернационале. Слованный максимум существовал с 64 по 72 год. Ну, вот здесь пишем 24 и по 34 секунды. И называем это первый интернационал. Создаем второй клип. что мы теперь имеем? Мы собственно имеем два эмбет кода, которые мы можем вставить в любое место на наш сайт или в частном случае в наш электронный учебный курс. И еще один код, который надо вставить на страничку перед ними. Я прямо сейчас это не буду делать, покажу только результат. Я взял свой курс, который называется профессиональная разработка электронного учебного контента и создал вот такой небольшой текстовый кусочек. И вставил сюда в режиме HTML-вставки вот эти три кода. И вот получил вот такие вставочки. Давайте их послушаем. Слово товарища Ленина. В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. И вторую. Первый интернационал основанный Марксом существовал в 1574 по 1972 год. Обращаю ваше внимание, ничего сверхъестественного мы не сделали. Но то, насколько просто это делается, насколько удобно это вставляется в курс и насколько это хорошо выглядит, на мой взгляд, заставляет подумать о этом вот сервисе как о достаточно хорошем сервисе в помощь разработчикам электронного учебного контента. Напоминаю, что вся линейка интернет-сервисов со значком JS была создана в Северо-Западном университете штата Иллинойс. Эти ребята сделали достаточно много интересных сервисов, такие как Timeline.js, StoryMap.js и так далее. Об этих сервисах мы поговорим еще отдельно в других роликах. Спасибо за внимание. Ну а мы движемся дальше. Я думаю, что этот сервис вам понравился. Дальше идем к последнему нашему пункту онлайн тесты и опросы. И тут я хотел бы вам порекомендовать такой вот сервис, который называется бесплатный сервис Playbus. Давайте я дам вам где-то у меня тут есть вот такой вот простенький тестик, который я сделал при помощи этого сервиса. Здесь речь тоже идет не о сертификационных тестах, конечно, а о тестах, которые привлекают внимание прежде всего. Поэтому этот сервис очень любят средства массовой информации различные, а также те онлайн сервисы, которые те онлайн сайты назовем их, которые работают социальными сетями. Вот мой любимый пример это угадай страну, в которой был создан плакат. У меня есть некоторая подборочка плакатов по типу «Ты записался добровольцем». Это очень популярный был плакат в разных странах, как оказалось. Идея была одна и та же. Это человек пальцем указывающий на вас, вот так вот примерно, да, и который задает вопрос и призывает этого человека чего-то сделать. Вот и вот у меня накопилось примерно три десятка таких изображений и на их основе я сделал вот такой вот опросник. Каждый из вас может попробовать угадает ли он большинство стран, которые напечатали такие плакаты. Здесь можно делать много разных видов онлайн-тестов и опросов. Вот я зеленой рамочкой здесь описал та область, которая служит выбору таких форм. Делается все достаточно просто. Надо загрузить несколько фотографий, несколько надписей, надписи, которые характеризуют весь ваш тест, надписи к каждому пункту, каждому вопросу, варианты ответов и надо заполнить итоговое резюме по прохождению теста. Например, от 100% до 80% вот такая картинка и такое описание. Ниже еще другая картинка и другое описание и так далее. Все очень просто, осваивается в течение часа примерно этот тест и порождает такие очень привлекательные тесты, которые тоже можно вставлять в свои курсы посредством соответствующего кода. Опять же, хочу сказать, что, конечно, это не тесты в смысле тех тестов, которые можно сделать в СДО, в системе дистанционного обучения. Это скорее опросники такие. Вот простейшие, без результата, который идет к вам, чтобы вы его обрабатывали и так далее. Просто для того, чтобы человек понял, какую часть материала он освоил, какую нет. И опять же, для того, чтобы мотивировать студентов на изучение того или иного материала. Ну вот, все, мы сильно залезли за наш час, который хотели. Ну, зато мы целые 8 пунктов просмотрели, очень кратко. Ну, я думаю, что если что-то, хотя бы 1-2 пункта из этого вам понравится, это будет уже полезно. И если вы начнете использовать, это будет полезно. Ну, и в конце, да, вот так вот выглядит примерно один из вопросов. Вот здесь надо просто ткнуть на какую-то кнопку, например, и на самом деле это, если не изменяет память, итальянский вариант плаката. Вот, и посмотреть результат. я хочу напомнить, что не все, не все англоязычные, ну, что ж поделать, да, вот, к сожалению, большинство сервисов, которые существуют в сети, они англоязычные, да, есть и русскоязычный, Clip2Net, например, это русскоязычное программное обеспечение, им можно пользоваться вот так вот достаточно. Ну, осваиваются они, тем не менее, достаточно просто, потому что там почти ничего читать не надо, достаточно заполнить две-три графы и все. Да, есть разные другие сервисы для производства, но мне вот этот больше всех нравится. Завтра у меня начинается курс, если кто-то хочет, может еще успеть записаться, профессиональная разработка электронного учебного контента, я о нем уже много говорил, ну, особо себя не буду рекламировать, просто вот хочу сказать, что если кто-то хочет, может еще, может еще даже успеть. Вот ссылочку тоже даю. Сервис будет посвящен тоже интернет-сервисам различным. Ну что ж, коллеги, мы с вами добрались до конца. Вот я видел, что да, в этот раз было много реплик, здорово, что вам понравилось, было много информации, хотя, хотя, конечно, эта информация была не такого уровня, чтобы сразу освоить это, но думаю, что это вот, вот обзор, он обзор и есть, да. Вот, в следующий раз, в пятницу, приходите, мы расскажем, я расскажу подробно об одном единственном сервисе, который, ну, не только о сервисе, но и о концепции таймлайна, и это будет уже такой достаточно продвинутый вебинар, на его основе можно будет уже что-то освоить, а не просто посмотреть. Вот, так как таймлайны это достаточно важная вещь, то считаю, что будет вам не бесполезен этот вебинар. Коллеги, ну что ж, спасибо вам за внимание, приходите еще, вообще, наши вебинары продлятся почти до конца июня, так что приходите, и я надеюсь, что получите удовольствие от наших вебинаров. Я с вами прощаюсь, до свидания, в течение еще пяти минут останусь в чате, если будут вопросы, отвечу. Всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова